Вкусная и пышная выпечка, это лучший десерт к ароматному чаю или кофе, например, бисквит с мандаринами. Благодаря тому, что тесто получается плотным, кусочки фруктов не опускаются на дно выпечки. Воздушный бисквит можно приготовить и с мандаринами, добавляя фруктовую нарезку непосредственно в само тесто. Помните, что лучше добавить меньше нарезки, чтобы тесто поднялось и пропеклось. К столу бисквит подают остывшим, с сахарной пудрой, джемом, вареньем или сиропом. Яйцо куриное – 3 штуки. Сахар – 100 грамм. Мука пшеничная – 1 столовые кон. Мандарин – 1-2 штук. Соль – 2 щепотки. Масло растительное – 1 чайная ложка, для смазывания формы. Количество порций – 3-4. Подготовьте указанные ингредиенты. Муки должно быть чуть больше, нежели в классическом варианте приготовления бисквита. Куриные яйца вбейте в чашу кухонного комбайна или в глубокую емкость. Всыпьте туда же сахарный песок и соль. Соль добавлять обязательно, она подчеркнет сладость десерта. Взбейте содержимое емкости примерно 3-5 минут на самой высокой скорости техники, получая в итоге пышную пенную яичную массу. Всыпьте в нее просеянную пшеничную муку и аккуратно вмешайте ее на минимальной скорости, стараясь не выпустить из теста пузырьки воздуха. На этом этапе разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Очистите мандарин от кожуры и белых волокон, разделите плод на дольки. Разрежьте каждую дольку на две части и удалите косточки. Добавьте в тесто и перемешайте. Если будете добавлять два мандарина, то нарезку второго выложите на тесто в форме, иначе нарезки опустятся на дно выпечки. Смажьте форму для выпечки растительным или сливочным маслом. Выложите в нее бисквитное тесто и поместите форму в духовку на 20 минут, следя за поверхностью выпечки. Как только бисквит хорошенько подрумянится, он готов, можете выключить нагрев. Переверните его прямо в форме и поместите на две чашки для остывания. Если не перевернуть бисквит дном вверх, то он осядет и опадет. Как только десерт остынет, можете подавать его к столу, присыпав сахарной пудрой. Не забудьте про чай.